Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение беседы Вайческого Ребе по недельным главам. Сегодня недельная глава Дворим. Мы читаем это по вот этой замечательной книге. И наша сегодняшняя беседа называется «Каждый видит третий храм». В шаббат перед девятым ава читают Гафтару пророчество Хазон из Шиягу бен Амотца, который пророчествовал о Иегуде в Иерусалиме. У нас сейчас получается как бы шаббат перед девятым ава был, да? И на следующий шаббат приходится девятый ава, пост. Но так как поститься в шаббат девятого ава нельзя, этот пост переносится на воскресенье. То есть в этом году пост будет сдвинут на один день. По названию этой Гафтары этот шаббат называется «Шаббат Хазон». Большой праведник, один из величайших учеников нашего раби Цемахцедека, Цемахцедек, это был третий льваческий раби, раб Хилелис Парича, приводит от имени великого раба Левицхака из Бердичева еще одно объяснение, почему этот шаббат называется «Шаббат Хазон». Он приводит притчу «Хазон» пророчества, «Хазон» пророчества, «Хазон» пророчества. Итак, какая притча? Притча такая. Это похоже на отца, у которого есть любимый сын, и отец шил ему дорогую красивую одежду. Но сын вел себя недостаточно осторожно и натворил плохих дел и порвал эту одежду. Отец снова шил ему дорогое платье, но сын порвало его. Что сделал отец? Он шил сыну в третий раз красивую одежду, но уже не дал ему ее носить. Он спрятал ее и стал периодически показывать ему. Ее говорят, смотри, если будешь идти прямым путем, то есть хорошо себя вести, ты получишь эту одежду. Таким образом отец приучает сына вести себя хорошо до тех пор, пока не будет уверен, что хорошее поведение стало во второй природе, его натурой, и тогда только отдаст ему эту одежду. В этом и заключается суть «Шаббат Хазон» под слово «махазе» – зрелище. То есть евреям показывают будущий храм, но показывают издалека. О чем на самом деле говорит притча? Речь идет о первом и втором храмах, которые были разрушены из-за наших грехов. Всевышний желает, чтобы третий храм существовал вечно, и поэтому до сих пор не дает нам его, а лишь показывают издалека в каждый «Шаббат Хазон», чтобы мы привыкли идти прямыми путями, пока эта привычка не станет для нас второй природой, нашей натуры. Необходимо сказать, что даже простые люди, и даже те, о которых сказано, что даже злодеи народа Израиля полны заповедей, как гранат зернышек, удостаиваются в «Шаббат Хазон» увидеть третий храм. Вчера мы во время Милава Малты читали историю про Балшем Това, и там приводился такой пример про отца Балшем Това, Элезера, раби Элезера, как он очень любил гостей, как он принимал всех людей, всех простых людей у себя, и его решили на небесах испытать. И к нему однажды в «Шаббат», во время трапезы, в «Шаббат» утро, зашел путник, который шел, видно было, издалека, и зашел в дом, и раби Элезер, увидев его, пригласил его за стол, отдал ему все почести, усадил его, накормил его. Все люди вокруг с подозрением смотрели на этого человека, потому что было явно, что он нарушил «Шаббат» и пришел в «Шаббат». И когда «Шаббат» закончился, раби Элезер проводил этого человека, дал ему с собой покушать, дал ему с собой денег. И когда этот человек уходил, он сказал, «Ты выдержал испытание, я пророк Ильяху, меня специально привели сюда, послали сюда проверить тебя, как ты будешь реагировать в такой сложной ситуации. Но ты совершенно правильно себя повел, и без всяких упреков, и даже вообще не показал своим видом ничего. И это доказывало ту суть его, внутренней его натуры, его природы, раби Элезера, что он видел в каждом еврее частичку Бога. Он видел только хорошее, он видел только прекрасные качества человека. И все остальное для него не имело значения. Это то, что Всевышний ожидает от нас. Видеть в другом, только хорошее, ценить каждого еврея, каждого человека, потому что в каждом из нас есть частичка Бога, и это так драгоценно. Ведь главная цель, дальше мы читаем, да, ведь главная цель, для чего Всевышний показывает нам храм, для того, чтобы приучить нас идти прямыми путями, и поэтому это не настолько касается праведников, которые и так уже идут прямым путем, а более всего важно для тех, кому еще есть что исправлять в жизни. Однако нужно пояснить, что по-настоящему мы не видим храм Шаббат Хамазон, а только читаем пророчество о нем. Как это понять? Найти ответ на этот вопрос помогут известные слова мудрецов в трактате Авод. Сказал Раби Йошуа бен Леви, каждый день с горы Синай исходит голос выше и объявляет горе людям из-за того, что оскорбляют Тору. На первый взгляд здесь возникает вопрос. Ведь они, люди, для которых предназначен этот голос, свыше, вообще не слышат его. Алта Раби отвечает на него на основе пословицы мудрецов. Даже если люди не знают их духовные корни, знают. То есть душа, духовный корень слышит этот голос, и вследствие этого в сердце человека пробуждаются мысли раскаяния. Алта Раби говорит, что именно это, по этой причине бывает, что к человеку неожиданно приходят мысли о тишве, хотя он сам для этого ничего не сделал. Вдруг человек начинает вести себя иначе, задумывается, печалится о чем-то, понимает, что он должен улучшить себя, изменить свою жизнь. Откуда это приходит? Потому что у каждого внутри есть частичка Бога, у каждого есть божественная душа, которая очень чувствительная, которая способна пробудиться. Можно сказать, что подобное происходит и в Шаббат Хазон. Душа видит храм, и по этой причине человек пробуждается к тишве, и старается идти прямым путем. И здесь это действует даже больше, чем голос свыше. Ведь даже если человек со своей стороны не предпринял никаких действий, но уже само, то, что он видит третий храм, оказывает на него хорошее влияние. То есть, может быть, человек сам не понял и не услышал этот голос, который звучит. Но душа его услышала, и она увидела третий храм. Как подробно объясняется в хасистском учении, третий храм находится выше всяких границ, как сказано, даст нам выжить после двух дней. Два храма, которые были разрушены. И даст нам дожить до третьего дня. Третий храм. И поддержит нас, и будем жить пред ним. Умеется ввиду пред Всевышним. Ведь Тора раскрывается, извините, ведь тогда раскрывается великая сила и суть Творца, как Он есть, выше всех ограничений. Это действует так, что даже человек, находящийся на самой низкой ступени, получает силы подняться и освободиться от всех отрицательных сил. Поднимет нас, и будем жить пред ним. То есть, такова пред ним, то есть, пред Всевышним, то есть, такова сила раскаяния, да, что человек может подняться с любой ступени. И как раз в прошлой недельной главе была тоже беседа Ребе, где говорилось о том, что у каждого человека в жизни бывают моменты, когда он чувствует какое-то падение или он чувствует какую-то пустоту. И вдруг он в отчаянии. И Тора говорит нам, что этот спуск, эта низкая ступень, она для того, только дана человека, чтобы подняться еще выше. не только, что все будет хорошо, если вдруг какая-то проблема возникла, не только думать и понимать, что все будет хорошо, что все станет так, как было, намного больше, что этот, этот спуск, он с Вышним дан для того, чтобы человек мог подняться еще на более высшую ступень, даже которую он не мог себе представить. Таким образом, Чува позволяет человеку не только приподняться, но достичь чего-то совершенно непредставимо высшего. Хорошей недели и всех благословений!